МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Это 5 минут о географии. Сколько континентов на Земле? 4, 5, 6 или 7? Как много соли в океане? Гопичан. И на одной струне можно играть. Континенты, части света, материки. В чем между ними разница и сколько их всего? Оказывается, среди географов планеты нет единого мнения об их количестве. Но начнем с того, чем они друг от друга отличаются. Континент и материк это практически одно и то же. Это крупная часть суши, которая омывается океанами и морями. Все материки по сути являются островами, но очень большими. Однако дело не только в размерах. Почему, например, самым крупным островом считается Гренландия, а не Австралия? Потому что Австралия – это отдельный материк. Это крупное по площади возвышение на отдельной плите. А Гренландия – всего лишь часть материка Северная Америка. Обычно материк и континент не различают. Но если вдаваться в тонкости, то разницу между ними можно найти. Часть ученых считает, что континентом следует называть огромный массив суши, на котором могут находиться несколько материков, которые не разделены водной преградой. С этой точки зрения Северная и Южная Америка – это один континент. Ведь их в наше время разделяет только Панамский канал, проложенный человеком. Точно так же, как Суэцкий канал разделяет Африку от Евразии. И значит, Афро-Евразия – это тоже отдельный континент. Количество материков, как правило, не вызывает сомнений. Их шесть. Евразия, Африка, Северная Америка, Южная, Австралия и Антарктида. А вот континенты в разных странах считают по-разному. Сразу скажу, все согласны с тем, что Австралия и Антарктида – это самостоятельные континенты. В некоторых странах к ним добавляют Афро-Евразию и Америку. И все на этом. Итого четыре. В модели пяти континентов Африку отделяют, а Америки оставляют вместе. В испаноговорящих странах и некоторых странах Восточной Европы принято отделять друг от друга Европу и Азию, а Америки считать вместе. Итого шесть. У нас же принято насчитывать тоже шесть континентов. Только Европу и Азию считать вместе, а Америки отдельно. А вот в Китае и в Индии вообще принято отделять и Европу от Азии, и Северную Америку от Южной. Итого семь. Осталось разобраться с частями света. Очертания примерно те же, подход другой. К частям света относят материки с островами. И с этой точки зрения самый показательный пример – это Австралия и Океания. То есть Австралия и находящиеся рядом с ней острова. Добавим к этой части света Европу, Азию, Африку, Антарктиду и Америку. Причем делить ее на Северную и Южную не будем. И получим шесть частей света. И подводя итог, еще раз все пересчитаем. Материков шесть, континентов шесть, частей света тоже шесть. Две из них, Европа и Азия, объединены на материке Евразия. Одна из частей света Америка вмещает в себя два материка – Северную и Южную. В одном литре морской воды содержится в среднем около 30 граммов соли. Казалось бы, немного. Но если выпарить всю воду Мирового океана, то из оставшейся соли можно построить стену высотой 230 километров и шириной 2 километра. При том, что эта стена сможет по экватору опоясать весь земной шар. 10,5 миллиардов тонн соли содержатся только в одном Мертвом море – одном из самых соленых водоемов планеты. Оно расположено между Израилем и Иорданией. Именно в окрестностях Средиземного моря около 4 тысяч лет назад люди впервые стали добывать соль из морской воды. Сегодня в мире так добывают более 6 миллионов тонн соли в год. Есть мнение, что прародителем всех струнных инструментов был охотничий лук. Первобытные охотники заметили, что чем сильнее натянута тетива, тем выше звук. А если немного усовершенствовать конструкцию, добавить резонатор для усиления звука, например, из тыквы или кокосового ореха, и готов гупи-чант – струнный инструмент, на котором играют в Индии, Бангладеш и Западном Пакистане. Этот инструмент называется гупи-чант. Бенгальские народы, то есть Индия, Пакистан, Бангладеш, играют на этом инструменте. Вот эта часть сделана из бамбука. Вот эта часть сделана из кокоса, из кокосового ореха. И играется она на одной струне. Играть на нем не так уж сложно. Должен человек быть одарен хорошим слухом, потому что здесь нету ладов. То есть приходится любую ноту подбирать на слух. Когда ты сжимаешь, звук понижается. А когда ты потихоньку отпускаешь, она натягивается. Это была программа «Пять минут о географии». С любовью к земле и людям. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok